Ребят, всем большой привет! Меня зовут Настя и на моем канале Фикс Прайс. Я была в Фикс Прайсе два дня подряд, потому что периодически забывала там что-то купить, приходила домой, вспоминала, возвращалась в Фикс Прайс, покупала гораздо больше лишнего. В итоге я вынесла просто невероятное количество и новинок, и не новинок. К сожалению, я не фотографировала то, что мне там понравилось, но я вам так мельком расскажу по теме разговора. Начинаем с огромной пучи. Я купила себе перчатки вот такие. Как вы знаете, я устроилась на новую работу и там нужны перчатки. Я хочу прям их померить. Это размер у меня S, самые маленькие. Это садовые перчатки. Мне они будут нужны, чтобы хоть немножко уберечь свои лапы. Ну вот у меня рука небольшая и они мне немножечко великоваты. Так, они широковаты, я бы даже сказала. Не знаю, смогу ли я в них работать, но вот они такие симпатичные садовые перчатки в цветочках. И там много, кстати, цветов. Ну попробуем по крайней мере, потому что в обычных вот этих хлопковых садовых перчатках тоже не так удобно работать. Тут прорезиненные вот эти вот, вот эта сторона ладошки, тут она полностью прорезиненная, не точечками, а прям полностью. Но я попробую, надеюсь, что подойдет мне вот такая штука полезная. То есть я купила полезную вещь в фикс прайсе. Дальше я купила бахилы. У меня заканчиваются бахилы, я там постоянно их покупаю, каждый там полгода. Поэтому они там начали у меня заканчиваться, чтобы вдруг не закончилось неожиданно. Я купила новую упаковку, 50 рублей они стоят, тут 50 штук. 50 штук, 50 штук это значит 25 пар, правильно? Не 50 пар написано, 50 штук, я не знаю. Ну в общем много, за 50 рублей даже 50 штук, рубль штука, 2 рубля пара, нормально. Дальше я купила новый коврик для посуды. Это я увидела сегодня, он серого цвета, стоит 99 рублей, он большой. Такой вот коврик, видите, тут выгравированы такие кухонные предметы. Потому что предыдущий коврик, он в принципе, они не долгосрочные. Предыдущий коврик был немножко другой, вот я так вот его покажу вам подальше. Предыдущий коврик был немножко другой, и он уже конечно поистрепался. Поэтому вот купила следующий. Я думаю, что раз там в 2-3 месяца можно их менять. Тот у меня вообще другой, я не знаю, может быть этот прослужит подольше, не знаю. Посмотрим. Ну вот такое вот приобретение, классное, здоровское. Кстати, по-моему таких расцветок там раньше не было. Обычно там какие-то либо горошки, либо цветочки безумные, либо еще что-то. Я кстати надеюсь, что я у вас нормально выгляжу, потому что у меня в окно светит солнце, и я себя практически не вижу. Поэтому если у меня какие-то косые глаза, вы не обращайте внимания на это. Так, дальше. Я купила Василисе игру. Вот такую. Называется игрушка-головоломка 3D. У нас наподобие игра есть, причем это фейк, потому что есть оригинальные игры, по-моему Бенди Бон называется, или Бенни Бон, боюсь соврать. Оригинальные такие игры, и они стоят очень дорого. Они стоят оригинальные по 550-600 рублей. Я может быть сделаю сравниловку когда-нибудь. Может завтра, не знаю. Или может сегодня вечером, потому что не могу вам сказать. Что входит в игру? В игру входит вот такой кейс. В кейсе лежат вот такие запчастюльки. Видите, они разноцветные. И есть книжечка, в которой... Если я, кстати, не забуду, обзор этой игры я вставлю. У меня он, по-моему, где-то есть на канале. Я посмотрю. В общем, в книжечке вот такие задания. То есть ты должен выложить по заданию вот эти штучки. Вот видите, тут, например, не хватает двух штучек. Вот как положить так, чтобы они все вошли. Это очень интересно, очень развивает такую соображалку. Потому что у нас это звездочки от этого Бенди Бона. Бенди Бона. Бонди Бон. Не помню. Здесь она больше 3D. Мне вот это понравилось. У них есть такая же, кстати, у этого Бенди Бона за 600 рублей. Но я вторую за 600 рублей думаю, ну... Жир. Жир. Жирно. Вот. А раз появилась в фикс прайсе, вот я решила купить. Ребят, я вот этой штукой колоссально довольна. Прямая экономия 500 рублей. Прям вообще супер. Прям вот супер. Так что вот так вот это будет выглядеть. Коробку я, конечно, выброшу. А играть будем в эту игру. Я очень рекомендую, ребят, вот деткам своим. Прям в дорогу мы брали в деревню. Мы ехали в машине, она играла. Мы как-то брали ее куда-то тоже на отдых. Это очень крутая вещь. Там будет у нас куча. Расти куча будет. Следующее, что я ей купила. Я ей купила, это уже из сегодняшнего фикс прайса. Кстати, я ей купила двое носочков. Вот таких. Это у нас две пары. Компания Зу Вэй. Это Беларусь, по-моему. А, нет. Я почему-то думала, что это Беларусь. Нет, это не Беларусь. Это производитель Китай. Китайская народная республика. Импортер Москва. Но мне почему-то казалось, что Зу Вэй это Беларусь. Ну, в общем, ладно. Не Беларусь. Это Китай. Котики розовые. Котики. Ну, надеюсь, котики. Две пары. Сейчас я расковыряю их. Две пары. Вот так выглядят. Ну, хорошие такие носочки. Розовенькие. Есть разных расцветок. Черный, серый, синий, розовый. Вот дела розовые. Ну, потому что Василиса все розовое. Ей все розовое. Мы даже... Я ей купила тут самокат оранжевый. И она мне сказала, что нет. Я не хочу оранжевый самокат. Я буду кататься только на розовом. Поэтому будем покупать розовый самокат. Следующее, что я купила. Это я ей купила трусики. Они вот такие. Они стоят 50 рублей. Хороший хлопок. Мне понравился. Хорошо тянутся. Это размер 128-134. Мне кажется, они будут большеваты. Но мне расцветка понравилась. Поэтому пусть подрастает. И... А вот насчет этого я не знаю. Я не вскрывала. Потому что это белье. Считается первый слой. 116 размер. Маечка и трусики. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что нормальная. Потому что первый слой невозвратная фигня. Так. Вот. Смотрите. Маечка. Наверное, будет хорошая. Прям такая. Смотрите. Воздушный шарик. Хлопок очень неплохой. А кто делает? Делает это у нас... Кыргызстан. Кыргызстан хороший хлопок. И трусики. Ну вот эти трусики уже будут ей хороши. Мне кажется. А сильно эти больше? Ну. Я не знаю. Девчата. Размер. Разница в размере. Вот. Посмотрите. Меньше моего пальца. В длину и в ширину то же самое. Поэтому я думаю, что и те и другие будут на впору. Чему я колоссально рада. Ну. Посмотрим. На ощупь они просто... Он просто очень великолепный. Прям хорошо тянутся. Приятные. И маечка, кстати, не тонкая. Это, кстати, наверное, вот на сейчас. Но не на лето. На лето. Летом она прям очень плотная. Она прям как футболка. Я купила вот такой вырасти кристалл холодное сердце. Вот так вот он выглядит. И будет влог. Там будет, как мы это делаем. Очень круто. Мы вообще вот эту компанию Лори постоянно откуда-то достаем. Или мы покупаем это в фикс прайсе. Или нам это дарят. Или еще кто-то откуда-то у нас берется. Очень хорошая компания. Это город Ярославль. Но действительно очень круто. У них все вот эти штуки-развивалки, интересности и опыты очень здоровские. И мы покупали такую штуку-елку на Новый год. А сейчас взяли вот эту Эльзу. И она тоже очень хорошо получается. Очень красивая. И вот так вот, чтобы ребенку было интересно чем-то заняться. Естественно, под вашим бдительным вниманием обязательно можете попробовать. Очень хорошая штука. Это, кстати, уже оставшаяся коробка. Дальше. Дальше. Я купила... Не знаю, вторую, по-моему, выбросила. Сейчас покажу вам вниз головой. А, нет, вот так. Деликатес. Это начесы. Начесы я очень люблю в фикс прайсе. Они, кстати, очень самые дешевые. 25 рублей стоит вот такая упаковка. Это классические. Есть еще там с солью. Я постоянно... Ну, как постоянно? Ну, достаточно часто я их там покупаю. Здоровская вещь. Вкусно. Как погрызть. Закусочка очень здоровская. Прям рекомендую, рекомендую попробовать, если не пробовали. Еще две упаковки. Просто я уже съела вчера благополучно. Но я для себя, кстати, открыла только вчера. Это сухарики. Сухарики. Сухарики я покупаю часто. Вот эти сухарики какие-то Чак. Производитель сухариков Чак. Дело всем. Это город Москва. И стоит всего 8 рублей. Хорошие сухарики именно из черного хлеба. Не вот это вот. Кто знает, сухарики бывают такие, как силос какой-то. А это прямо из хлеба. Просто со специями. Хорошая штука. Тоже можно брать вообще спокойно, совершенно. Так что нашли вот дешевые сухарики в фикс прайсе. Здорово. Следующее, что я купила. Я купила в подарок маме вот такую перчатку. Вот с такой прихваткой. Стоит она 200 рублей. Недешево. Ой, глаз не попал. Но перчатка прям мощная. Ей можно прям, наверное, брать вообще плиту. И прихватка тоже мощная. Оно с такой прорезиненной поверхностью со всех сторон. Очень плотная. Прям вот очень такая она толстая. И сделана из такой ткани хорошей. Знаете, она вот создает впечатление такого хорошего, качественной, хорошей качественной штуки, вещи. Поэтому я думаю, что она у нас достаточно надолго задержится. И я вам рекомендую, если вам нужна такая вещь. Вот 199 рублей в фикс прайсе. Вот такие штуки есть. Они в разных расцветках. Там есть красный, серый, зеленый и еще какой-то. Не помню какой. Следующий я купила две упаковки семечек. Девчонки, две упаковки, потому что одной упаковки нам не хватает. Потом мы забываем это все покупать. 16 рублей семечки от Мартина. Вот производитель Мартин. Кто-то мне спрашивал, точно Мартин? Точно Мартин? Российская Федерация. Не знаю. 16 рублей стоит. Нам надолго хватает. Очень здоровские семечки. Хорошие мы рассматривали в каком-то... Я помню, когда я их первый раз купила, я вам показывала, как они выглядят. Но они прям действительно крутые. Нормальные семечки. Без всякой шелухи. Они достаточно чистые. Они не соленые. Хорошие семечки. Поэтому у меня это уже третий или четвертый раз я их покупаю. Я вам всем рекомендую. Очень хорошие и здоровские семечки. Следующее. Это соус Чили Витчинетти. Раньше они были бамбук. А сейчас какие-то Витчинетти. Но производитель Империя соусов Москва. А, Московская область Егорьевск. Я люблю бамбук. Мне нравится. И вот этот я там уже покупала. Хороший соус. Такой он остренький. Он под курочку, под мяско. Очень классный. Надолго хватает. Он большой. У меня его больше никто не ест, кроме меня. Поэтому мне хватает надолго. Хорошая штука. Всем рекомендую. Дешевле, чем в обычных магазинах. В обычном магазине она стоит, по-моему, под сотку. Там 55 рублей. Хороший. Хороший. Прям хороший. Дальше я купила бомбочку для ванны. Шипучка для ванны. 18 рублей стоит. Василисе постоянно покупаем. Аллергии на нее нет. Производитель. По-моему, это где-то Россия. Производитель. Мы тогда смотрели. Да, Россия. Это Санкт-Петербург. Делает. Ну, ребят. 18 рублей. Или настоящая бомбочка. За 100. Или за сколько они там. За 85. Хорошо шипит. Красит воду в розовый цвет. Вкусно пахнет. Василисе нравится. Поэтому вот беру такую вот. Иногда ей побаловаться. Дальше я и купила заколочки. Вот это новиночка. Раньше, по-моему, таких не было. Стоит 55 рублей 4 заколочки. Это металлические такие, как это, защелочки. Но у нее вот эти вот волосы очень сильно так лезут. Поэтому, когда вот она бегает или прыгает, они тоненькие. Их удобно вот на гимнастику, если вот прищемить вот эти штуки. Сейчас я себе прищемлю. Вот так вот арбузики. Ну, такой летний вариант. Красивый. Там есть еще с мороженкой, по-моему. С бантиками, с конфетками и с животными. Ну, вот я взяла арбузики и ананасики. Такие веселенькие. Хорошая тоже штучка. Ну, не знаю, как по цене. Но мне просто понравилось. Дальше я себе купила 4 пары вот таких носочков. Я вам уже их показывала. Они вот, вы смотрели тогда, видно? Вот сеточка, видите, здесь. Очень здоровский. Я носила их, по-моему, месяц. Ничего с ними не произошло. Не порвались они, не распустились. Производитель это Россия. Ребята, это Россия. Раменский район. Раменска. Это вообще Россия производства. Я думала, сейчас тоже будет какой-нибудь Китай. Нет, Россия. Прям здорово. Так что 4 пары я себе купила. Классные носочки. Я думаю, что надолго хватит. И они удобненькие, такие приятные. Знаете, кожа вот они за счет этой ребристости. Такие приятные. Не видно их. Вот так видно. Хорошие носочки. Я вам рекомендую. Вот видите, такую этикеточку. Запомните. 4 пары взяла. Дальше. Девчата. Это, конечно, не вещь первой необходимости. Но побаловать малышку тоже стоило. Потому что она вот такая у меня хорошая. Я купила полотенце «Холодное сердце». Их две расцветки было. Я взяла обе. Вот смотрите. Вот здесь есть рисуночек. Здесь Эльза и Анна. Написано «Sisters». Хорошая хлопковая. Производитель. Это у нас опять же Нордекс. Московская область. Город Балашиха. Размер. Вот он прям детский. Посмотрите. Вот видите. У нас просто перепуталась. Мы вчера смотрели. Поэтому там. Вот это как бы один вариант. Вот с Эльзой. Видите. Вот так вот. Вот с Эльзой. Размер. 50 на 60 сантиметров. Вот я и повешу, чтобы она вытиралась. Вот с Эльзой. И второй размер. Ой. Вторая расцветка. Вот это «Sisters». Вот он. Где? Где? Вот так. Вот так вот. Видите. Эльза и Анна. И Эльза и Анна. То есть. Ну. Они хорошее качество. Хороший. Хороший. Такой. Махрушечка. Хлопочек. Написано. 100% хлопок. Произведено в России. Рекомендуется стирка перед использованием. Я вообще довольна. Хорошие вещи. Ну. Не знаю. Сколько стоит такого плана полотенца. Такого размера. Очень давно я не покупала полотенца. Но. Просто потому что холодное сердце. Решила вот ей купить. Дальше я купила ей. Опять же. У меня осталась только коробочка. Это зубная паста фирмы Lion. Это корейская или японская зубная паста. Сейчас я вам скажу. Корея. Это очень крутой производитель. Раньше. Очень давно. Когда фикс прайс был. Не все по 55. А когда они были. Наверное все по 24. Или все по 36. Я уже не помню. Я жила в Москве. И там от этой пасты. От этой компании. Были. Зубные пасты Zest. Они были крутые. Я еще тогда курила. И они очень классно отбеливали зубы. И потом уже когда они там перестали продаваться. И стали продаваться только в специализированных магазинах. Они стали стоить там каких-то бешеных денег. Поэтому компания действительно очень хорошая. Я вам очень рекомендую. Я прям даже знаете что подумала вернуться и купить бы про запас. Потому что они закончатся. Их не будет за эти деньги. Они стоят 99 рублей. И стоит паста. Очень хорошо пахнет клубникой. Вообще продукция вот этой компании действительно очень здоровская. Я вам прям рекомендую. Если у вас есть. Попробуйте. Она прям действительно очень хорошая. Но мы все знаем что корейская и японская косметика. Вот этих азиатских стран. Она очень неплохая. И я вам очень рекомендую. Вот если вы увидите. Прямо покупайте. Следующее что я купила себе. Я купила себе. Вот такой гель для душа. Ой. Гель для умывания. Гель для умывания. Компания Seeda. Это по моему. А да. Татарстан. Казань. У меня просто кончилась умывалка. Надо просто какую-то было умывалку. И особо я искать не стала. Мне кажется что любая умывалка она умывалка и есть. Для лица. Для сухой кожи. Но я посмотрю. Потому что я покупала какую-то продукцию этой компании. Вроде как ничего. Посмотрю как будет умывалка. Как будет снимать. Потому что я умываюсь именно с макияжем. Я не снимаю макияж заранее. Поэтому я думаю что должно быть неплохо. Но посмотрим. 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 И потихонечку потихонечку дошли до последнего продукта. На самом деле. Это какая-то косметика Алтай Косметикс. Она мне досталась в каком-то ужасе. Мне стало просто очень интересно. Ночной крем сыворотка от морщин. Гиалуроновая кислота. Комплекс экстрактов и алтайских трав. Вот так вот выглядит. Это у нас. И кто изготовитель то? Флорисан. Я думаю что я ее купила. Флорисан. Я тут короче подсела на компанию Флорисан. Ну не то что подсела. Но мне как-то она очень часто стала встречаться. В совершенно случайных местах. Я надеюсь что будет неплохо. Я думаю что... Как это выглядит? Это выглядит вот таким вот образом. 75 миллилитров. Написано что ночной крем сыворотка для глубокого восстановления. Формула 151. Посмотрим. Мне интересно всегда вот такие компании. Которые вот неожиданно откуда-то у меня попадаются на жизненном пути. И мне всегда интересно что это такое. Я хочу попробовать. Поэтому там есть еще дневной крем. Ночной крем. Но там по моему полный уход. Я вот решила попробовать крем ночной сыворотку от морщин. Компания Флорисан. Ну я посмотрю. Потом вам расскажу в пустых баночках. Ну надо же что-то новое пробовать. Почему бы не такие вещи. Вот какая-то такая история. Ребят. Все. Я закончила разбор своей огромной коробки. Вот он. Просто ящик. Покупок из фикс прайса на этой неделе. Бываю я в этом магазине где-то раз в месяц. Ну стараюсь бывать раз в месяц. Потому что иначе это просто какой-то пылесос. Который я просто не успеваю столько зарабатывать. Что еще интересного там появилось. Я просто расскажу. Потому что девчонки. Есть вещи которые там появились. Я их увидела. Но мне они в принципе нет необходимости. Во-первых там появилась новая игрушка с мыльными пузырями. Это круто летом. Вот если мы поедем в отпуск. Я просто не уверена что мы поедем в отпуск. Я обязательно ее куплю на батарейках. Такая штука в виде какого-то зверька. Туда вставляешь батарейки. Наливаешь жидкость для мыльных пузырей. И оно автоматически надувает мыльные пузыри. Вот на улице когда ребенок например в деревне. Или может где-то если это на море. Или это на море. Удобно то что он может бегать ловить. Особенно когда ребеночек не очень большой. Хотя Василиса тоже с удовольствием будет ловить пузыри. Это я уверена. Крутая вещь. Но вот я не купила. Потому что пока нет в этом необходимости. Еще одна крутая игрушка. Это для детишек помладше. Вот если у Вас маленькие детки. Просто я если я найду фоточки я вставлю. Если не найду значит не вставлю. Там такая же штука для мыльных пузырей. Есть в ванную. То есть на присоске прилепляешь. Тоже батарейки и тоже пускает мыльные пузыри. Тоже здорово. Так-то игрушки появились достаточно много разнообразных. Не говоря уже об игрушках появилось очень много косметики какой-то. Появились рюкзачки какие-то миленькие. Новинок достаточно много. Все конечно же не купишь и не надо. Так что ребят. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с Вами снова. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. Буду стараться всем отвечать. Всем счастливо. Всем пока-пока. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.